Субтитры делал DimaTorzok На самом деле, дорогие друзья, сейчас такой этап, и сегодня я вам обязательно поведаю о тех новостях, которые мы получили на этой неделе. Так, ожидаем перевод. И, соответственно, новости действительно произошли ошеломительные для меня лично, и в очередной раз я убеждаюсь, что нет предела вообще для развития и по адресным проектам, и по инвестициям для проекта Skyway. И, соответственно, мы начали нашу поездку, нашу командировку 23 февраля. И я могу сказать, дорогие друзья, что за эти 13 дней действительно произошли большие осознания и были проведены очень серьезные встречи и делегации. Так, коллеги, те, кто в русской комнате, это не нужно переводить. Прошу прощения за задержку, потому что одновременно ведется перевод на несколько комнат. Это не нужно переводить. Поэтому в 21.30 такая специфика, что несколько с запозданием идут фразы, так как одновременно происходит перевод на несколько языков. Все вы, я думаю, видели новости об арабской делегации. И это проработка, так скажем, не одного месяца. То есть это не сразу произошло. Вы видите на слайде нашего лидера, нашего действительно теннерджайзера Франтишка Солара. Я хотел бы рассказать историю, о каким образом вообще мы вышли на арабскую делегацию. Господин Алла и генерального секретаря Федерации арабских стран. Палаты Федерации палат арабских стран. Сначала произошло знакомство с Гамалом Морси. Это наш тоже активный партнер и сподвижник, сейчас могу сказать, проекта Skyway. Генеральный секретарь палаты арабских стран в Словакии. И, соответственно, Гамал Морси знает генерального секретаря уже Федерации арабских стран. Всех арабских стран, именно торгово-промышленной палаты, палаты сельского хозяйства. На конференции, которая происходила в январе 2017 года, то есть вот совершенно недавно, были проведены переговоры с Гамалом Морси. И единственная его цель, присутствие на ней, была общение Сергеем Анатольевичем со мной, с Евгением Кудряшовым и с Франтишком Соларом. Для меня было очень показательно, дорогие друзья, что будет толк от сотрудничества, когда действительно Гамал Морси снял свою официальную рубашку и надел футболку Skyway Fitness. Вот, соответственно, на слайде вы можете видеть спорта. Справа улыбающегося Гамала Морси. И этот человек не только готов устанавливать контакты для формирования адресных проектов, но заинтересован в развитии своей структуры и сети также. То есть из своих знакомых. Как только Гамал сказал, что да, мы можем выйти на арабские страны. И мы говорили, что были где-то 50 попыток выхода на арабские страны. И не факт, что ваша 51-я увенчается успехом. Гамал сказал, увенчается. И Франтишек Солар проявил действительно искреннюю преданность проекту. Так как именно Франтишек оплатил прилет проживания нашим арабским коллегам. Покажите мне таких инвесторов, таких лидеров, которые готовы рисковать своими собственными деньгами и вкладывать в развитие отношений с арабскими странами. Ну и я уже не говорю о том, что вообще вся эта история завязалась в конце декабря в Афинах. Когда Франтишек опять же рискнул, поехал на форум по арабский саммит. И там действительно получил полное внимание от мистера Алла и Абдул-Рахиманаки. Спасибо. 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 , что многие русские годами ждут, чтобы приехали делегации такого уровня. И, соответственно, не просто приехали посмотреть на технологию, а и даже не задать технические вопросы. Потому что я был удивлен, но технических вопросов было минимум. Спасибо. 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 В нашем вебинаре. Например, как вы видите компанию вашу через 20-25 лет и вас в ней? Именно вопрос к Юницкому был. И, соответственно, когда Анатолий Эдуардович отвечает, не задумываясь причем, что наша корпорация через 20 лет самая крупная, одна из самых крупных капитализаций. И, соответственно, у нас огромное количество адресных проектов по всему миру, то есть как будто Анатолий Эдуардович уже это видит. И на вопрос вообще, зачем вы этим занимаетесь, господин Юницкий ответил тем, чтобы сохранить планету для будущих поколений. И эту фразу вы могли услышать в виде цитаты в интервью господина Алла. И когда генеральный секретарь Федерации торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты арабских стран вскакивает и начинает говорить, я вижу вот стратегию развития так, так, так и так, это говорит о многом. И, соответственно, в ходе где-то 4-часовой, 5-часовой беседы уже после того, как увидели Unibike в действии и поехали на производство, было предпринято решение сделать упор на комплексную стратегию развития стран Персидского залива с применением технологии SkyWay. Не просто проекты из точки А в точку Б, а именно общее развитие арабских стран. Также Саудовская Аравия, где Саудовская Аравия, там и связка с Египтом. И, что очень примечательно, уже, можно сказать, у нас установлен новый рекорд по реакции скорости формирования мероприятий по будущим адресным проектам. То есть раньше у нас были рекордсмены филиппинцы, вы помните. Повторить, да? Алло. Так, коллеги, я прошу прощения, прерывается иногда в словацкой комнате. Сейчас уже установлен новый рекорд взаимодействия и предпринимания действий после конкретного общения уже по конкретным адресным проектам. Раньше у нас рекордсменами были филиппинцы. Вы помните, что после инотранса через неделю они отреагировали и стали предпринимать действия. Так, я прошу прощения. Но, соответственно, парабские коллеги обогнали и уже буквально через день после возвращения они стали действовать. И не просто действовать, а уже Гамал Морсик, когда мы с Сергеем Анатольевичем прибыли через Словакию в Чехию, сообщил, что ведутся переговоры о сделке на 5-6 миллиардов долларов от одного из банков арабских стран. Соответственно, с разрешения от Анатолия Эдуардовича и Юлия, мы с Сергеем Анатольевичем прибыли через Словакию в Чехии. Виктор Бабурин буквально через несколько дней под этой новостью подправился в Дубае. Естественно, это дело не по одной неделе, не одного месяца, но процесс начался. И это только начало проработки по странам Персидского залива в инвестициях и в применениях технологии SkyWay. И, как говорится, то ли еще будет. Далее уже Виктору Бабурину и другим представителям ЗАО Струнной технологии, скорее всего, часто придется посещать арабские страны. Сразу виден профессионализм и опыт мистера Алла Аль-Шаир. Не просто на выставку был организован визит и встреча, а именно нужные контакты. И все это напоминает взаимодействие, например, с Индией. Соответственно, какие результаты были в Индии, мы все прекрасно знаем. То есть по странам арабского мира действительно можем сказать, что, возможно, это та самая судьбоносная попытка. И далее мы будем наблюдать за происходящими событиями, но я хотел бы также отметить и другие новости. Например, то, что также активно параллельно развивается деятельность и в Австралии. Так как буквально на днях уехал серьезный чиновник высокого класса именно Австралии, которые ответственны за регулирование и сертификацию транспорта Австралии. Мы не будем называть и не имеем права называть его имени. Иначе он может быть обвинен в предвзятом отношении, в таком особом интересе к технологии Skyway. Но технология действительно ему понравилась. То есть то, что касается Австралии, можем сказать, что тоже все хорошо, все развивается и приближается к сертификации. Также я могу сказать, что у нас планируются выставки в конце марта в Индонезии. Вспоминая успех инотранса и установление деловых контактов, можно представить, какой будет результат выставки в Индонезии. Потому что встреча уже готовится. Соответственно, с 29 марта по 2 апреля мы будем находиться в Индонезии. Виктор Игоревич Бабурин останется еще дольше там. Также параллельно организуют встречи с инвесторами Сингапура из близлежащих стран, именно с крупными инвесторами. Это наши партнеры. И далее уже пройдет конференция общеевропейская, очередная Skyway Capital в Париже. 8-9 апреля. Точнее, перед уже следующим событием. Дорогие друзья, мы всех приглашаем на Парижскую конференцию. Там будет очень серьезное обучение как лидеров, так и новичков, кто желает присутствовать. На таких событиях нужно быть. Ну и естественно, я хотел бы сообщить, дорогие друзья, что 10 марта включительно будет заканчиваться 9 этап. Восьмой этап, извиняюсь. По Фрейду, наверное, сказал. Но сказал я это не просто так, потому что буквально на днях у нас был рекорд в день. Рекорд по сбору инвестиций. То, что ранее нам удавалось сделать на ранних этапах за четверть месяца, чуть больше, вот недавно удалось сделать за день. Поэтому я могу точно сказать, что экофестиваль всех удивит, кто даже не может удивиться. Так как будет представлен уже не просто юнибус и ходовые испытания, а несколько видов юнибуса. Юникар грузовой транспорт. Я искренне надеюсь, что на делегации, во время приезда делегации Челябинской области уже начнутся ходовые испытания первые юнибусы. Приезд челябинской делегации планируется 23 марта. То есть уже фактически все согласовано. Так, тут вот, кстати, спрашивают про интересные вопросы. Какие рекордные инвестиции сейчас от физических лиц? И я могу сказать, что то, что декларировал и обещал Франтишек Солар и его команда после посещения Катехнопарка, так тому и быть. То есть планируется привлечение миллионов долларов инвестиций. От физических лиц. И это будет новым рекордом. И такой рост, естественно, рост наблюдается со всех сторон, он говорит о том, что смена следующего этапа, то есть, соответственно, с 9 на 10 может произойти еще до экофестиваля. Да, по планам 9 этапа планируется привлечение в районе 25 миллионов долларов. Но что-то мне подсказывает, как говорится, это будет сделано. Так, перевели. И в недавнем времени прошел первый круглый совет экспертов и топ-экспертов. Будет уже этот совет проходить, я думаю, с переводом, потому что у нас интернациональная команда. И мы обязательно вместе создадим международное дополнительное улучшение по стратегии привлечения инвестиций и развития по всему миру Skyway. Так, коллеги, я на вопросы отвечу позже, в конце вебинара. И хотел бы также сказать несколько слов о выставке и зачем она была сделана, выставка Берно, выставка инноваций. В первую очередь это новый запуск страны. И такие мероприятия действительно в идеале должны предшествовать конференции. Мы видим, уже не привыкать, как говорится, что возле нашего стенда толпятся люди. Несмотря на то, я могу сказать, что на конференции присутствовало два представителя Skyway. Это Skyway Capital и Skyway Invest Group. На обоих стендах был народ. Даже соседи заинтересовались технологией, сформировали новые концепции, о которых мы с Сергеем Анатольевичем говорили в Перископе. Например, оздоровление внутри подвижного состава. Мы это неоднократно затрагивали... Правильно, значит, говорю, раз чихнул. И, соответственно, родилась концепция. Я сейчас не вспомню, как Сергей Анатольевич это назвал. Но смысл заключается в том, что фотоника уже оздоравливает. То есть это панализ фотоники, организма человека и восстановление его состояния. Это будет внутри наших юнибайков в том числе. Иногда с Сергеем Анатольевичем мы делаем как практикующие, сонные, прикладные футурологи. То есть по-разному можно называть некоторые прогнозы. Но кое-какие прогнозы действительно сбываются. Например, электробус Оли в недавнем времени стал применять искусственный интеллект IBM Watson. Мы же говорим, что искусственный интеллект покажет время IBM Watson либо DeepMind будет применяться в юнибайках. И это неспроста, потому что само понятие «искусственный интеллект» — это не просто интеллект где-то по проводам гуляющий. Это достаточно большой вес — более 10 килограмм. Соответственно, такой вес можно поместить в юнибайк легко. И мы создаем направление для тех инновационных технологий в виде массового рынка в виде всех наших юнибайков. Но истинная футурология, дорогие друзья, может идти из уст только Анатолия Эдуардовича Ницкого. Потому что то, что мы слышали во время визита арабской делегации, говорит о том, что мы не можем называть себя футурологами. И Илон Маск, вещающий на саммите Всемирного правительства в Дубае, скорее всего, тоже не является таким истинным футурологом. То, что во время делегации говорил Анатолий Эдуардович. Например, то, что электростанции могут не только вредить, но и участвовать в процессе создания почвы со 100% содержанием гумуса. Просто переворачивает сознание и заставляет понять концепцию, что пустыня действительно может стать райским садом. Соответственно, это сверхсильно заинтересовало арабов. И также уже на третий день после визита на производственную площадку на Экотехнопарк в КБ ЗАО «Струнные технологии». Была проведена очень серьезная дискуссия, и я бы назвал это «Мозговой штурм всей моей жизни». 14 часов общались 4 человека. Это Анатолий Эдуардович Юницкий, Сибиряков Сергей Анатольевич, я и Виктор Бабурин. Я могу сказать, дорогие друзья, что то, что мы сейчас начинаем, это только начало. Всем рекомендую посмотреть, кто знает русский язык, брошюру, не то что брошюру, публикацию 88-го года Экомир. Естественно, придет время, и всю эту концепцию мы переведем на все языки мира. Но вот об этом действительно должна узнать вся планета. То, что говорил Жак Фреско и показывал в своих визуализациях, не стоит, наверное, и 5% этого научного труда. И наше мнение, что необходимо не просто создавать концепцию, визуализацию, но в первую очередь инженерно обосновывать и подкреплять технологии эти концепции. Поэтому всем еще раз рекомендую ознакомиться с этим научным трудом. Сергей Анатолий сейчас, дорогие друзья, в Израиле, в Тель-Авиве, поэтому вебинары я веду один. Были некоторые вопросы по поводу партнеров, которые продвигают адресные проекты, и я сегодня общался с Сергеем Анатольевичем. Он сказал, что Израиль нас тоже удивит. Поэтому из Израиля мы увидим, я думаю, в этом году начало проработки по адресным проектам. Напоминаю, что по Индии был подписан не просто договор о намерении, а трехстороннее инвестиционное соглашение на сумму 926 миллионов долларов. Напоминаю, что по Австралии также все развивается и идет к цели. Также вы видите, что сейчас все развивается и по странам арабского мира. Там будут заказы на миллиарды долларов, я в этом не сомневаюсь. Но если струнный транспорт позволит создать капитализацию... Представим, что реализовались адресные проекты, как продажа пищевого льда с русских озер и многие глобальные проекты. То есть это десятки триллионов долларов. То концепцию, которую вы прочитаете в научном труде Экомир, это уже как минимум удвоение мировой экономики. Мировая экономика сейчас 75,5 триллионов долларов. Так, про удвоение мировой экономики сказали? И соответственно, это ответ на вопрос, о чем же все мы будем заниматься, когда произойдет закрытые возможности финансирования в корневую компанию. Естественно, будет финансирование некоторых адресных проектов, но эта концепция, она действительно просто переворачивает сознание. И подытоживая, я хотел бы сказать, что та схема народного финансирования, которую создал Анатолий Юницкий... Она не просто рабочая, но она и будет усиливаться. И в завершении я хотел бы сказать термином Виктора Игоряча Бабурина, что есть народное финансирование. Это Angel Network, то есть это сеть микробизнес-ангелов. Это сеть микробизнес-ангелов. И соответственно, мы с вами уже будем становиться далее более крупными инвесторами. И тот, кто когда-то инвестировал 100 долларов, я думаю, что даст какую-то часть в управление. И, собственно, проект Skyway будет развиваться уже еще более глобально по всему миру. Поэтому я могу сказать, что строй Skyway, спасая планету, давай дорогу в мир Транснету. И давайте делать так, чтобы каждый день для Skyway был прожит не зря. И чтобы каждый день для Skyway был прожит не зря. Ну вот, собственно, на этом я хотел бы завершить свою иностранную часть и перейти к вопросам на русскую часть. Коллеги и иностранцы, пожалуйста, задавайте вопросы своим лидерам, чтобы они уже связывались с нами, и мы будем отвечать. До скорых встреч, я думаю, на скорых конференциях в ваших странах. Этот вебинар записывался. Вы сможете передать его своим партнерам, кто не слушал вебинары, промотивировать посещать подобные вебинары. До скорой встречи. Так, коллеги, русские партнеры, не расходимся. Сейчас буду отвечать на вопросы обязательно. Так, вот, собственно, Сейчас в одних я наушниках готов ответить на вопросы, дорогие друзья. Ну, конечно, немножко сложно, я могу сказать, переводить. Точнее, не переводить, а вещать с переводом, особенно на несколько языков. Поэтому прошу прощения, Если кому-то это показалось немножко затянутым вебинаром, Ну, я надеюсь, что информация с переводом действительно получается максимально главной и максимально полезной. Потому что мы стараемся не говорить Сергею Анатольевичу те монологи, которые мы говорим на эмоциях на своих обычных вебинарах. Так, по адресным проектам на Украине приезжала также делегация по Украине по проекту с Одессы. Вы видели, я думаю, все замечательные ролики Максима и Сыпа по Днепру. То есть это такая визуализация, то, что может быть на Украине. Это, я думаю, в помощь именно развитию адресных проектов создан этот ролик. Я могу сказать, что также сейчас обсуждается возможность приезда и чеченской делегации. Кто будет и приедут ли представители чеченской делегации, станет ясно позже. Но если говорить про челябинскую делегацию, то я могу сказать, что 90 с лишним процентов, что представители челябинской делегации в лице вице-губернатора Челябинской области а также представителя по челябинской области в Москве от Александра Толеговича Шепилова ожидается обязательно. По внутренней бирже, дорогие друзья, неоднократно отвечал на этот вопрос и Сергей Анатольевич, и Виктор Бабурин. Сейчас нам необходимо коммерциализировать, и об этом подчеркнул господин Натала Аль-Шаир, что необходимо подойти именно к первой коммерциализации массовых адресных проектов. И тогда не последует никакой сложности запуски как биржи, как подготовки к IPO. Все, что, так скажем, пожелаем. Но в первую очередь мы должны обрести вес. И мы начали его обретать по заключению тех контрактов, проектов. Ну и, собственно, я хотел бы неоднократно повторять цитату Анатолия Эдуардовича, то, что он не ожидал, что в этом году действительно мы сможем говорить о том, что финансирование корневой компании может и подойти к концу. С учетом текущих новостей, я могу сказать, что абсолютно согласен, что это абсолютно реально. Но чем нам дальше заниматься и на что будет работать вот этот выстроенный механизм, будет работать и будет работать эффективно, дорогие друзья. Да, мы будем стараться совместить приезд делегаций, правительств и чиновников Российской Федерации, но тут уж как получится. Так, коллеги, я еще смотрю на вопросы. Про Кыргызстан пока что ничего не слышно конкретного. Ну и ведется этот огромный плац, дорогие друзья, адресных проектов, о котором ни в курсе ни я, ни Сергей Анатольевич. Это именно закрытая разработка. Внутри отдела адресных проектов руководителем службы этой является Кирилл Бадулин и множество адресных проектов прорабатывается. Мы же вещаем о тех проектов, о которых говорит адресный проект, о которых говорит компания головная в открытую, и о тех адресных проектов, которые развиваются из сети микробизнес-инвесторов, как выразился Виктор Бабурин. Так, ну коллеги, я думаю, что время уже прошло достаточно с вебинара. Мы вас ждем на следующих вебинарах. Запись этого вебинара, естественно, была сделана. Я извиняюсь еще раз, если кому-то показался таким затянутым вебинар, потому что с переводом, ну я представляю, как это слушать русскоговорящему человеку, когда молчание, дожидание. Но в этом ракурсе мы работаем по вечерам, в среду, потому что переводится вебинар на многие языки. Строй Skyway, спасай планету. Строй Skyway, спасай планету.